Андрей, привет! Привет! Сегодня будем говорить на актуальную тему «Как питаться при похудении?» Скоро лето! Ну да, самая актуальная тема на нынешнее время. Давай начнем по порядку. Вообще, каким должно быть питание при похудении? Скажем так, начну в своем репертуаре. Если цель стоит именно похудеть, то в принципе, именно какое-то качество или, скажем так, как лучше, как правильнее, роли никакой не играют. Нужен только дефицит. Если, да, повторюсь, если мы именно говорим о том, что надо человеку просто похудеть, то человеку нужно находиться просто в дефиците по энергии. То есть он должен тратить больше, чем потребляет. Вообще, обычно я подвожу людей, потому что, работая с клиентами, в зале, в онлайне, то есть я подвожу всех к тому, что нужно считать калории. В принципе, сейчас систем на данный момент куча. То есть есть кто-то расписывает готовое меню, кто-то там ест одну гречу там с курицей. То есть тут уже система куча и кто что гораст. То есть, ну, все это основывается на том, что должен быть дефицит по энергии. То есть должны потреблять меньше, чем тратим. То есть мы должны заниматься спортом, да? То есть вот по-русски, чтобы человек понял. То есть двигательная активность должна быть выше, чтобы мы тратили больше, чем съели. То есть вот мы съели, мы получили какое-то определенное количество питательных веществ, энергии. То есть мы должны их потратить, и должны потратить еще сверх нормы, чтобы именно пошел процесс сжигания жира, то есть процесс потери веса. Ну, собственно, это по-простому уж так совсем. А давай вот, к примеру, у девушки нужно набрать 1500 калорий. Вот если, да, выбрать конкретный пример. То есть вот мы берем какую-то девушку, да, она хотела считать калории, то есть вот я ее там к этому подвел. Начинаем с чего? Начинаем просто, во-первых, считать. Потому что чаще всего человеку, собственно, себя переоценивает. Ты спрашиваешь у человека вроде, как ты ешь там? Говорит, ой, вообще много ем. Вообще, прям вообще много. Начинаем считать. Да ничего, он в толком не ест. Вообще не доедает. Повышаем калорийность. То есть когда мы ее повышаем, чтобы дойти до уровня поддержки, в принципе, мы ее повышаем из чего угодно. То есть сейчас цель просто вывести организм из состояния стресса. И человек при этом начинает уже худеть. Это во-первых. Потому что организм просто вышел из состояния стресса, начал жить нормально. Дальше начинаем уходить уже в дефицит. То есть начинаем потреблять меньше. И опять же, как я говорил, две цели. То есть либо просто похудеть, либо похудеть, скажем, с минимальным риском, с минимальным вредом для здоровья. То есть тут уже есть белки, жиры, углеводы. Начинаем уже заморачиваться по соотношению тех же белков, жиров и углеводов. То есть, в принципе, чем питание будет разностороннее, тем лучше. То есть, конечно, должны присутствовать белки. То есть это пускай будут и животные белки, то есть рыба, мясо, молочные продукты. Растительный белок, углеводы. Ну, в принципе, углеводы есть везде. Тут уже кто-то, говорится, демонизирует шоколадки, что нельзя. Кто-то любит одну гречу. Тут уже личное дело каждого. Конечно, греча полезнее, чем шоколадка. Но лично, как мое мнение, чтобы для организма не было такого стресса и максимально комфортно было, опять же, вес скидывать, все-таки делать лучше 50 на 50. То есть 50% – это вот такие полезные продукты, как крупы. И 50% так называемого мусорного продукта. То есть шоколадки, конфеты и прочее такое. Само собой плюсом жиры, конечно же, желательно жиры все-таки, чтобы они были максимально полезны. То есть получать их, опять же. Растительные, да. И растительные, да. То есть, конечно, сейчас очень много такой информации, что животные жиры, они тоже, скажем так, несут определенный вред организму. Но, опять же, вопрос количества. То есть если мы постоянно едим, например, жирное мясо, то есть понятно, что это ни к чему хорошему не приведет. Опять же, вопрос меры. То есть нужно есть жиры, и, опять же, чтобы они были разносторонние. То есть и мясо, и растительные жиры, то есть масла какие-либо. Те же самые орехи, сыр. То есть жиров-то, опять же, примеров куча. То есть тут уже, кажется, выбирать от себя кому, что уже удобнее. Но и само собой должны присутствовать овощи. Овощи и фрукты. Да, то есть овощи – это клетчатка. Скажем так, без этого обойтись, да. Можно ли это исключить свое питание? Можно. Был ли какой-то, скажем так, ощутимый вред организму? Скажем так, в большинстве случаев, скорее всего, нет. Но не факт, что человек будет именно тем исключением, на ком это не отразится. То есть все-таки клетчатка, она немножко прощает кишечник. Она способствует улучшению пищеварения. То есть она нужна… А как готовить пищу, чтобы она была вареная, тушеная? Это вообще имеет значение для тех, кто худеет? Отчасти, скажем так. Это имеет значение только отчасти. Конечно, да. То есть если мы, например, занимаемся подсчетом калорий, то есть чем продукт проще, тем его подсчитать легче. То есть, например, вареные, на пару, тушеные. Да, это будет немножко все равно лучше, чем если мы, например, взяли, там, ту же картошку взяли и пожарили ее. Давай все же такое резюме сделаем по поводу нашей сегодняшней беседы. Каким должно быть питание, если человек худеет? Питание должно быть разносторонним, питание должно быть комфортным, питание должно, в первую очередь, нравиться. Но, опять же, оно должно поправить определенную норму. Потому что, какое бы оно правильное ни было, если баланс потребления и расхода будет равен или будут идти перекос в сторону потребления, человек худеть не будет. То есть качество продукта никак не влияет на процесс похудения. Никак. Важна норма. Бесконечно об этой теме можно говорить. Андрей, спасибо, что ты к нам пришел. Спасибо за информацию. Пока. 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 Уху.